Как же все-таки чудесно находиться утром в лесу. Очень классно приехать впервые всех на рассвете, еще затемно, и встречать утреннее солнышко именно здесь, когда еще на листиках блестит роса, паутинка серебрится на солнышке, и попадаются первые грибочки. У нас сегодня такое туманное утро с росой, с ярким солнышком, которое проглядывается между дубов, и, конечно же, грибочки. А у нас сегодня такие грибочки, как мухомор цезаря. Вот такой вот, смотрите, какой свежечок на рассвете. Хоть и сыро, но грибочки все-таки попадаются. Встречается сыроежка. Такая, знаете, не в кондиции, конечно. Встречается тещин язык, то есть печеночный гриб. Уже реже встречаются боровички императорские, их все сложнее найти. Видимо, как-то немножко они свой век отжили. Сезон отходит. Очень много всяких ягод в лесу. Естественно, несъедобных, потому что из съедобных ягод у нас здесь только ежевика, которая, в принципе, уже поспела. Но мы в основном, конечно, ее не собираем, потому что это очень муторно, и на нее нужно потратить время. Собираем в основном кизил, так как его нарвать значительно быстрее. Но это уже, естественно, будет после сбора грибов. А сейчас хочется, конечно, насладиться этой утренней тишиной, пока нет никаких конкурентов, которые могут наступать на пятки, забирать у тебя из-под ног и ножа твой найденный гриб. Пока тишина, красота. Зайчики бегают, косульки встречаются. Конечно, я их не успеваю снять, потому что пока увидишь, пока достанешь. Ключ в камеру, конечно, зверек уже убежит. Птички еще не проснулись. Еще такая вот тишина прям. Просто благодать. Сегодня приглашаю вас на мою тихую охоту, которую я назову по следам мухоморов. Мухоморов Цезаря. Я уже немножко набрала в корзинке. У меня уже встретилось два баровичка императорских. И, наверное, с десяток таких вот сыроватых цезарей. На сушку они уже не пойдут. Но они пойдут, конечно, в заморозку. Вот такие вот грибочки. Я их, кстати, от белого сразу очищаю, потому что белая пленочка, из которой он вылупляется, и она все равно удаляется, поэтому сразу очищаю ее в лесу, чтобы не таскать лишний мусор. Ну все, пойдемте. Нужно спешить. Времени на сбор очень мало. Грибочки любят раннее утро. Ну и мы тоже. В поросе выскакивают вот такие вот грибочки. Кстати, тоже из яйца. Но это не мухоморы. Это поплавки. Поплавки мы не собираем. Разномеразие сегодняшних сыроежек просто поражает. Перед нами сыроежка зеленоватая. Она еще молоденькая. Я, конечно, их не беру, но я знаю, кому их предложить. Моим грибникам. Они ее очень любят. Особенно если она вот в таком вот состоянии. Молоденькая, нераскрытая. Она всегда чистая, упругая и такая вот мясистая. Помимо зеленоватой сыроежки встречаются, конечно, и остальные. Они все молоденькие, свежие и чистые. Такие сыроежки можно брать хорошие. Тоже еще она такая вот упругая. Но когда закрытая, конечно, брать приятнее. Она точно не растрескается, по дороге не рассыпется. Так что рекомендую. Грибочков как бы немного, сыроежки по мелочи попадаются. Идешь себе, идешь, наслаждаешься этой утренней тишиной, красотой леса, благодатью. И потом лесовичок тебя вознаграждает. Смотрите, какая шикарная поляна из двух красивых помидорок, как я их называю. Это цезарьские грибочки. Мухомор цезаря съедобный даже в сыром виде. Собираем мы его уже достаточно долго. Тут, чтобы не сглазить, чтобы слой не отошел. Смотрите, просто свежак. Только-только вылез. Недавно порвал вот эту пленочку, потому что он был закрытый. Естественно, как любой мухомор, растет он из яйца. И потом пленочка эта трескается, когда он раскрывается. Весомый значительно. Хороший грибок. Ну и этот. Немножко помоложе. Не раскрывшийся еще. Красивый, замечательный мухоморчик. Вкуснятина, деликатесы. Главное не спешить. Не бежать, не лететь, наслаждаться, ходить по красивым местам. Лес-то всегда красиво и прекрасно. И природа тебя вознаграждает. Лезет молоденькая печеночница. Такая вот маленькая еще, совсем светлая. Сока еще не набралась, поэтому мы ее оставим здесь, в лесу пусть подрастает. Кому-то повезет, кто-то найдет уже покрупнее печеночный гриб. Или тещин язык. Гуляючи набрела на старого императора. Такой гриб, конечно, мы уже брать не будем. Он уже начинает спорить. Пускай размножается. Я даже его не буду развешивать. Пускай так и остается, как есть. Погибнет естественным способом. Но, как мы знаем, императоры растут не одни, а семейкой. Стоит оглядеться. Я думаю, сейчас я еще кого-нибудь здесь найду. Ну вот, тому и доказательство. Немножко огляделась и нашла экземпляр немножко помоложе. Ох, какой! Смотрите. Да, экземпляр помоложе. Он твердый. С животными, конечно, не без них, как обычно. Любят червячки и слизни этот грибочек кушать. Но особо внутрь не залазят. Особо они не точат его. Ну, хорошо. Вот этот экземплярчик можно даже взять с собой. И вот такая вот семейка еще одна попалась рядышком. Один император молоденький, а второй еще краше. Прямо свежак. Смотрите. Отвоюем его у улиток и слизней. Хороший. Сейчас так смешно было, ребят, иду, иду, и что-то грибочки не попадаются. Сырышка такая по мелочи. И думаю, сама про себя. Где свечок? Ну, что-то я вообще ничего не нахожу. Совсем никаких грибочков нормальных нету. И такая раз, поворачиваюсь. А он мне такой раз и подарочек такой красивый. Вы представляете? Вот как после этого не верить в сказки? Сразу же, как только вот обратилась к лесовичку, он мне сразу раз и такой вот красивый боровичок на солнышке подарил. Свежий, свежий император. Ммм. Потому что не хочется его мять, трогать. Такой красивый, розовый, чистый, смотрите. Обалденный красавец. Ой, спасибо лесовичку. Солнышко все выше, время 9. Я уже успела нарвать пакетки зила, уже иду обратно в свою сторону. И смотрите, какие по дороге сюрпризики. Вот это вот можно взять, которое открылось. А это яйцо пусть откроется и кого-то тоже порадует. Ну, а если не порадует, останется размножаться. А вот это вот можно взять. Прям как цветочек, так вылупилось интересно. Так что вот на глазах практически иду той же дорожкой, где шла. Видите, утром не было, сейчас выскочили яичные. И вы не поверите, срезала один, положила, поднимаю голову, а здесь спрятался еще второй. Представляете, какая красота. Вот такие вот хитрые грибочки прячутся. Еще одна находка меня порадовала на выходе из леса. Посмотрите, какая поляна. Просто шик. Пойдемте считать. Начнем с малого. Один, два, третий испортился. Уже мухи роятся. Но тем не менее, это четыре. Здесь хорошие. Пять, шесть. И это не конец. Дайте сюда. Идем, идем, идем. Как это я утром прошляпила. Так, сколько там было? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ой, погиб. Итак, девять, десять, одиннадцать. Хорошие. И двенадцатый. Тоже хороший. Ура! Садимся резать. Ну, красота же. Здорово. Хороший сегодня был денек, а точнее утро лесное. У меня такое и грибочков собрала неплохих. Нарвала и кизила, и ежевики. Всего понемножку. Здорово. Хорошая привычка ездить утром в лес. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.